Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло на Тихоокеанском побережье в южной части Мексики. По меньшей мере шесть человек погибли. Также от внешнего мира было отрезано несколько отдалённых деревень. Все жертвы в эпицентре подземных толчков в штате Аахака. Он известен своими кофейными плантациями и испанской колониальной архитектурой. В этом населённом пункте пострадало около 200 домов, из них 30 серьёзно. «Здесь всё было повреждено. Наш дом пострадал. Всё, что мы заработали за свою жизнь, пропало. Сейчас мы просто ждём, что будет. Но в доме жить мы не можем». «Ситуация тяжёлая. Работы нет из-за пандемии, а теперь ещё землетрясение. Не знаю, что будет». Из-за камнепадов были завалены горные дороги, соединяющие столицу Аахаки с остальной страной. Спасатели говорят, что добраться смогли не до всех деревень. Это означает, что число погибших может возрасти. «Мы будем ночевать в салоне моей мамы, поскольку сейчас это самое стабильное место. Наш дом может рухнуть. Будем жить с некоторыми соседями, чтобы можно было заботиться друг о друге и защищаться от краж». В столице также ощущали подземные толчки. В городе пострадало два человека, около 30 домов повреждены. При этом многие из них до сих пор не были восстановлены после землетрясения 2017 года, когда в Мехико и окрестных штатах погибло 355 человек. Эпицентр нынешнего землетрясения залегал на глубине всего 26 километров под землёй. Учёные говорят, что это усилило его магнитуду.